Зеленодольск Внедорожников решили помериться силами в двух дисциплинах – внедорожном спринте и настоящем джип-триале. И если для участия в спринте принимались практически все желающие, то к джип-триалу допускались только водители на специально подготовленных автомобилях класса «Супертуризм». Эти монстры на огромных колесах, впервые засветившиеся в Зеленодольске, пользовались особой популярностью среди местных мальчишек. Но пока они стояли в сторонке в ожидании своей очереди, на мототрассе накалялись страсти в классе «Туризм». После предварительных квалификационных заездов участники были разбиты на пары для участия в дальнейших парных заездах внедорожного спринта по так называемой «Олимпийской системе». Суть ее проста – автомобили стартуют парами и должны преодолеть за минимальное время трассу, состоящую из двух кругов – малого и большого. Малый круг представлял из себя трассу для маневрирования в ограниченном пространстве и требовал от водителей точного знания габаритов машины и умения строить наилучшую траекторию, а грязевая лужа на первой связке поворотов усмиряла самых прытких. В итоге пройти малый круг без штрафных секунд за касание ограничительной ленты не удавалось почти никому. Зато большой круг оказался полой противоположностью малому. Экипажам предстояло пройти скоростную трассу, предназначенную для кроссовых мотоциклов, со скоростными поворотами, крутыми подъемами, спусками, ухабами и трамплинами. Самой быстрой на этой трассе выглядела Шеви Нива под управлением Алексея Потылкина, эффектные прыжки и прочие трюки которого наверняка запомнились зрителям. Однако, в отличие от новичка, такие опытные внедорожные волки, как Алексей Лопатин на Ниве под 14-м стартовым номером и Наиль Хадеев на машине под номером 19 демонстрировали не столь, может быть, эффектную, сколь эффективную езду. В перерыве свое мастерство демонстрируют зеленодульские мотокроссмены. В отличие от Казани, в зеленодульске мотокроссу уделяется достаточно серьезное внимание. Здесь есть не только мотогончики, но и прекрасная кроссовая трасса. К сожалению, многие спортсмены в этот день оказались на выезде, и на фестиваль приехало только четверо. Самому младшему из которых, Тиме Гурьянову, всего 12 лет. Тем не менее, они неплохо украсили своими прыжками программу фестиваля. Итак, в результате серии заездов в финал внедорожного спринта вышел Алексей Потылкин на Шеви Ниве и Наиль Хадеев на той же Ниве. Но только собственной конструкции. Как видите, эта Нива несколько отличается от стандартной, и не только размером колес и увеличенным дорожным просветом. Она еще длиннее стандартной, имеет подвеску оригинальной конструкции и многих других интересных конструкторских решений. Наиль неоднократно становился призером различных внедорожных соревнований, а вот его оппонент замечен нами впервые и уже попал в финал. Оба соперника выжимают из своих машин все возможное. Но за сотню метров до финиша Шеви Нива останавливается. Вышел из строя бензонасос. А победа была так близко. Придется довольствоваться вторым местом. А Наиль Хадеев заслуженно становится первым. Самое сладкое было оставлено напоследок. В бой вступает тяжелая артиллерия. Автомобили класса супертуризм. Трасса практически непроходима для обычных внедорожников. Это джип-триал. Вся трасса состоит из нескольких секций. Каждая секция из нескольких ворот, расположенных на сильно пересеченной местности, которые надо преодолеть по определенной схеме, уложившейся в 10-минутный лимит времени. Закасание ограничителей или их пропуск, штраф в виде дополнительных секунд. В отличие от парного спринта, участники стартуют по одному. Победитель определяется по сумме затраченного на прохождение зачетной трассы времени и штрафных секунд. Так что ехать лучше всего быстро. Некоторые секции напоминают соревнования по фигурному вождению. Но вот только маневрировать приходится по не очень ровной дороге. Одним из наиболее серьезных препятствий оказалось несколько ворот на Косогоре. Не каждому удалось пройти их без штрафа. Зато серия ворот на вершине холма, хотя и выглядели очень эффектно, больших проблем почти никому не доставляли. Почти никому. А кому-то с трудом удавалось удержать машину от переворота. Ну и, конечно же, какое внедорожное соревнование может обойтись без грязи? Вот и на этот раз газевые ванны больше всех привлекали зрители. Но организаторы пошли еще дальше. Ну кто, скажите, не мечтал раскурочить какой-нибудь автомобиль? Участникам джип-триала была предоставлена возможность перед финишем не просто раскурочить, а проехаться по крышам аж целых двух автомобилей, специально доставленных, как шутил комментатор, с одной из штрафстоянок Казани. Но и какие же гонки без эффектных переворотов машин? Ждать долго не пришлось. Уже второй заезд был ознаменован, как говорят гонщики, ушами в исполнении Андрея Русакова. Ну, не ушами, так одним ухом. Подборные аплодисменты Андрей покидает автомобиль. Зато зрители могли стать не только свидетелями, но и участниками спасательных работ. Если кто-то думает, что в джип-триал играют настоящие мужчины, то он глубоко заблуждается. Знакомьтесь, на трассе женский экипаж под управлением Ларисы Ануфриевой на Тойоте. Как и полагается, женщины водят машины намного аккуратнее, тщательно выбирая дорогу. Может, это получается не так быстро, как мужчин, зато не переворачиваются. Да и к машинам они относятся бережнее, даже к чужим. Посмотрите, как аккуратно взгромоздилась Лариса на Волгу с москвичом. Теперь уже не обойтись без грубой мужской силы. Как и Андрей Русаков, Лариса не смогла уложиться в отведенный 10-минутный временной норматив. Хотя в среднем на прохождение трассы участники затрачивали немногим более 5 минут. Однако четверым удалось уложиться менее чем в 5 минут. Дмитрий Мансуров на серебристом УАЗике преодолел трассу за 4 минуты 54 секунды, но добрал полминуты штрафов и выпал из борьбы за призовые места. Один из ветеранов Казанского оффроуд-клуба Андрей Каменский прошел маршрут ненамного быстрее, но обошелся всего 10 штрафными секундами и в итоге занял третье место. Зато на полминуты быстрее Андрея оказался Сергей Евсякин, выступавший на уже знакомом всем Вишневом УАЗике Ивана Паренкова, но только под стартовым номером 6. Он оказался единственным, кто прошел трассу без единого штрафа и занял второе место. Ну а сам Иван Паренков, номер 4, был просто неподражаем, пролетев всю трассу за 4 минуты и 5 секунд, и даже 10 штрафных секунд никак уже не могли повлиять на его заслуженное первое место. Но истинной кульминацией заездов в классе «Супертуризм» стало выступление победителя парного спринта в классе «Туризм» Наиля Хадеева. Кто-то прочил ему зависнуть на первых же буйраках, кто-то говорил, что он утонет в раскисшей грязюке. Сам же Наиль заявил, что, скорее всего, закончит свое выступление на Волге с москвичом. Но давайте лучше досмотрим этот заезд до конца. Ну вот и закончился первый Зеленодольский фестиваль внедорожников. Все участники, включая мотоциклистов, получили призы, кубки, медали и грамоты от спонсоров, за что им всем большое человеческое спасибо. Спасибо же и зрителям, которых, к слову, оказалось не меньше, чем на проходившем на следующий день на высокой горе этапе чемпионата России по автокроссу.